Обещанного три года ждут, а иногда и дольше. Люди, уставшие от обещаний строительных компаний, работающих на территории Одинцовского района, откликнулись на приглашение общественной палаты к диалогу. Тем более, что в повестке круглого стола среди участников значились Рантект, МФД, Жилищный капитал, УНР 494, СУ-155, Трест Мособлстрой номер 6 и представители западных ворот столицы. Сегодня общественная палата Одинцовского района в моем лице, как председатель общественной палаты, меня, кстати, зовут Иванов Захар Юрьевич, решили собрать инициативные группы по проблемам застройки Одинцовского района. Участники встречи разделились на группы. Дольщики, застройщик и представитель общественной палаты. Таким составом шла работа по каждому проблемному объекту. В дискуссии о ходе строительства жилого комплекса Вальдомироль принял участие генеральный директор Трест Мособлстрой номер 6 Сергей Самохин. Около 700 дольщиков обеспокоены темпами строительства. Инициативной группе совместно с общественниками удалось найти компромисс в сложившейся ситуации. Сегодня мы получили еще один инструмент для решения проблем дольщиков. У нас, к счастью, в текущий момент есть рабочий диалог с застройщиком. Поэтому мы с ознакомительной целью сегодня пришли. И от администрации получили так называемую дорожную карту, план-график мероприятий, которые позволят стройке ожить. И прозрачно эта дорожная карта будет донесена для остальных дольщиков. Член общественной палаты Василий Лозан принимал обращение от дольщиков трех корпусов на улице Садовая, где ведет строительство Рантект МФД. Застройщик не участвовал в рабочей встрече. Вопросов накопилось немало. Они были в том числе и к представителям администрации. Покупатели взволнованы простоем строительных площадок и несоответствием хода строительства заявленным сроком сдачи объекта. Сейчас застройщик смог возвести только два этажа. Потом, знаете, был какой-то короткий этап. Ему разрешили продолжить строительство без крана. То есть проблема в кран упиралась какой-то полгода. Говорили о кране. Он начал возводить стеночки из пеноблоков наружные без крана, то, что можно возвести. А сейчас все остановилось. Два этажа построено и монолитный каркас и все. В сложной ситуации оказались дольщики гусарской баллады. Группа компаний «Жилищный капитал» на грани банкротства. Квартира 15-го дома на улице Гвардейская по-прежнему в продаже. Стройка замерла. В 2012 году мы купили квартиру в 25-м корпусе, очень красивом, с видом на лес и на дорогу. До сих пор нас кормят обещаниями, что квартира вот-вот будет сдана, сдана, и ее нет. А в итоге говорят, что ну не нравится, пожалуйста, рассоргайте договор, ждите, когда вам заплатят деньги. Дольщики 25-го корпуса надеются на поддержку районной власти. Выход – признание дома проблемным и поиск нового инвестора. Круглый стол по долгостройу стал для покупателей квартир еще одной возможностью напомнить о себе. Тем, кто не готов ждать, риэлторы предлагают в судебном порядке взыскивать потраченные средства. При себестоимости дома 1,25 млрд, проектная декларация «Жилищный капитал» распродал все квартиры в доме полностью, на там две или три фирмы за 750 млн. рублей. Соответственно, это договоры долевого участия были на эти суммы. И, грубо говоря, купив квартиру за 5 млн., мы, если и можем требовать, то там где-то миллиона три, а то и меньше. В ходе дискуссии звучали обещания и конкретные сроки. Совместными усилиями будут сформированы дорожные карты и взят на общественный контроль каждый проблемный объект. У нас уже сейчас на повестке дня три, как минимум, три круглых стола по вопросам застройки РАНТЭКа, по жилищному капиталу и по СУ-155. Ставшие заложниками долгостроя, граждане надеются на хороший финал. К этому стремятся и общественники. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова